В общественной палате Карачаева-Черкесии состоялся круглый стол на тему «Ситуация на рынке потребительских цен на социально значимые товары в регионе и меры поддержки предпринимательства». В мероприятии приняли участие представители профильных министерств и ведомств. Альбина Курочинова-Кенжева подробнее. До начала круглого стола состоялся пресс-подход с участием представителя антимонопольной службы Республики Инуса Матакаева, где журналисты узнали о промежуточных итогах ведомства по вопросу ценовой политики на социально значимые продовольственные товары. Сделаны выводы о том, что цены носят разнонаправленный характер. И оснований для вывода о наличии сговора на сегодняшний день пока не зафиксировано. Рост цен в общей своей массе обусловлен именно ростом закупочных цен. Вот с тем, чтобы выявить всю товаропроводящую цепочку от производителей до торговых сетей, вот нами, соответственно, и делаются определенные запросы. Инус Матакаев ответил и по повышению цен на аптечные препараты. «Есть перечень жизненеобходимых и важных лекарственных препаратов, надзор за которыми осуществляет Росздравнадзор. Цены на них, это предельно допустимые цены, устанавливаются, контролируются фасом России, но сама контрольная работа осуществляется Росздравнадзорной». Жители региона также столкнулись с заменой ценников на товарах, а также их полное отсутствие, на что представитель ведомства ответил следующее. «Действительно, многие сталкиваются с тем, что на полке анонсирована одна цена, а на выходе мы в чеках видим другую цену. В данном случае необходимо, ну, в том числе, конечно, обращайтесь к нам. Вот мы оценим эту ситуацию, и если это полномочия иных органов, в том числе правоохранительных, мы, соответственно, перенаправим в соответствии с законом 59 МФЗ о порядке приема и обращения». Участники круглого стола обсудили экономическую ситуацию и в стране, и в республике, а также поддержку малого и среднего предпринимательства. «Мы знаем, что сейчас правительство Российской Федерации и правительство Карачаева-Черкесии разрабатывает меры поддержки непосредственно, соответственно, и товаров, в том числе и производителей, и в том числе и поддержка наших граждан. Знаем, что сейчас мы будем говорить о тех налоговых годах, которые для наших предпринимателей принимаются, меры поддержки отдельных отраслей принимаются у нас». Присутствующие сошлись в едином мнении, что необходимо сделать все возможное для сдерживания роста цен на продовольствие, а особенно на товары первой необходимости. «Они должны оставаться доступными для людей». В случае выявления нарушения антимонопольного законодательства ведомство незамедлительно будет принимать меры реагирования. Обращаться по телефону горячей линии 8 878 226 6902. Альбина Курочинова, Кенжио, Мухаммед Ишибоков. Вести. Карачаева. Черкисия.